16 апреля 2019 года, время 13 часов 26 минут, проводится следственное действие и допрос подозреваемого Зортова. Участники следственного действия оглашены предпроведением следственного действия всем присутствующим. Данные о них будут отображены в протоколе. Перед началом следственного действия подозреваемому Зортову оглашены его права и обязанности. Также они разъяснены, вручена соответствующая памятка о профессиональных правах и обязанностях подозреваемого. Скажите, пожалуйста, вам понятны ваши права и обязанности? Да, понятно. Если протокол будет составлен и в самом ходе фиксации следственного действия будут происходить на русском языке, требуете ли вы в таком случае услуг переводчика? Нет, не требуясь. Тогда понятно. Скажите, пожалуйста, назовите полностью своей фамилией и имя отчества. Зортов Тимур Молбаевич. Дата рождения? 24-12-1908 год. Где родились? Республика Ингушетия. Мы с вами Аркаджи Никитовская, ЧССР. Где и на каких должностях вы ранее проходили службу? С 2010 года проходила служба Ворческого полномочия МД по Судовскому району Республики Ингушетия. С 2011 года проходила служба лично охраны главы Республики Ингушетия. С 2013 года проходила служба сотрудников уголовного розыскому району Республики Ингушетия. С 2015 года работал заместитель руководителя администрации главы Республики Ингушетия. В 2016 году поступил в Российскую Академию Государственного службы Крид Президента Российской Федерации на факультет национальной безопасности. В 2018 году уволился по собственным желаниям. С какого времени вы сотрудничаете с военной разведкой Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации? С 2017 года сотрудничаю. Скажите, пожалуйста, что вы делаете на протяжении 2017-2018 года на территории Украины? В 2017 году переходил границу через Донецк, чтобы наблюдать за... Но тогда приехать не получилось, потому что задача была отмена. Какие еще задания вы выполняли на территории Украины? Первая задача была приехать через границу Донецк, который я сейчас сказал, чтобы наблюдать за... Вторая задача была наблюдать и посмотреть, установить данные местонахождения сотрудников военной разведки Украины. Третья задача была установить место работы, местонахождение автомобиля и самого человека, перевесчика, который работал раньше в спецслужбе Российской Федерации по фамилии Богдана. Четвертая задача была ликвидировать сотрудников военной разведки с помощью этого устройства. Задача была не руководителя, потому что из одного устройства сработало до прицепления к машине. Пятая задача нарисовать схему, зайти в кафе, нарисовать схему кафе Термесу и отправить в Москву. Кем, когда и где вам была поставлена задача ликвидировать сотрудника военной разведки Украины? Задача была поставлена в городе Москве, в ресторане Тажмаха, улица Старый Арбат, сотрудником военной разведки Рустанов. Была показана фотография, данные местонахождения сотрудника военной разведки. Когда ставилась эта задача вам? Задача ставилась в 2018 году, в овощной. Скажите, пожалуйста, как именно вы должны были ликвидировать сотрудника военной разведки Украины? Должны были ликвидировать сотрудника военной разведки. Сначала должны были ликвидировать с помощью ножа, чтобы это было похоже на бытовые разборки. С ножом не получилось, как так, не получилось подойти близко. Потом была поставлена задача Рустанова ликвидировать военного разведника с помощью пистолета. С помощью пистолета тоже не получилось, потому что не получилось подойти на ближайшем расстоянии. Задача была отменена, потом в 2019 году, в феврале, была поставлена задача ликвидировать сотрудника военной разведки с помощью взрывного устройства. Взрывы просто было поставлено задача. Скажите, пожалуйста, где вы брали орудия для совершения преступления? Нож, пистолет и взрывное устройство? Нож, покупали в эпицентре пистолет и взрывное устройство. Мы брали в тайниках в городе Киеве, которые Рустамом взрасывали смс-ки Алексею координаты этих тайников. Какие документы использовались вами и Алексеем для пересечения границы Украины? Документы нам были переданы в городе Москве, в ресторане Таджимахал, документы на гражданина Киргизии, фотографии на паспорте моя, но я не граждан Киргизии, я граждан России. Документы были использованы для оперативного прикрытия. Какие роли были у вас и у Алексея и какие действия вы должны были совершить для ликвидации сотрудников украинской разведки путем подрыва? Поставлено инструкция в Москве. Задача главная в Киеве была Алексея. И Алексей должен был поставить взрывное устройство, потому что он проходил учебу по взрывному делу в Донецке. Алексей мне поставил задачу, чтобы наблюдать за ним, если будет какая-нибудь опасность, то чтобы я ему сообщил. И Алексей не получилось поставить взрывного устройства, так как взрывное устройство действовало до того, как он прицепил к автомашине. Если он прицепил бы взрывное устройство к машине, мы должны были вместе с ним визуально наблюдать с машиной. Если машина будет двигаться, Алексей должен был нажать на кнопку и взорвать машину. И кто был старшим из вас? Алексей. Кто принял решение прикрепить взрывное устройство к автомобилю украинского разведчика? Алексей принял решение 3 апреля прикрепить взрывное устройство к нижнюю сотрудника военной разведки Украины. Уточните еще раз, вы были на месте преступления? Не всегда, то какие действия осуществляли? Алексей мне поставил задачу, чтобы я наблюдал со стороны, если будет какая-нибудь опасность, чтобы я ему сообщил. В чем состояло ваше сотрудничество с Главным управлением Генерального штата Вооруженных сил Российской Федерации? Сотрудничество состояло, обучали нас на статистическом делу на Республике Тагестан, потом на живом бою обучали в городе Москве, потом обучали пистолет, ну, как, ну, с коротким словом, работать с пистолетом. И Алексей проходил верное дело в Донецке. Операции какие-то проводили в интересах Главного управления Генерального штата Вооруженных сил Российской Федерации? Выезжали в Европу и заезжали, 3-4 раза были на территорию Украины, чтобы были использованы, ну, чтобы реализовать задачи, которые нам были поставлены в военную армию Российской Федерации. Это те задачи, которые вы только что дали показания? Да. Скажите, пожалуйста, кто такой Рустэм? Как вам представится, что сотрудник военной разведки, куратор. Россий? Да, Россий. Вашими действиями фактически кто руководил, Алексей или Рустэм? В городе Киеве руководил Алексей. А на территории России? На территории России нами руководил Рустэм. Задачи вы получали от кого? От Рустэма. Время. 13 часов 35 минут. Видеозапись следственного действия заканчивается.